дамы и господа представляю первую часть серий об электрон тех международной выставки технологии и оборудования для производства изделий электронной промышленности площадь экспозиции 18 тысяч квадратных метров два выставочных зала крокус экспо участников 457 компаний из 17 стран мира 180 иностранных экспонентов 99 компаний прямые участники электрон тех разнообразная электроника требует постоянного совершенствования технологий и расширения производства оценить все новинки этого быстро меняющегося рынка вам поможет электрон тех на выставке представлена уникальная для россии экспозиция в которую вошли оборудование и материалы для производства электронных устройств и компонентов сборочно-монтажное оборудование оборудование для производства кабельных сборок и жгутов оборудование и материалы для производства микроэлектроники оборудование для производства печатных плат оборудование для тестирования измерений испытаний электронных систем промышленная мебель и спецодежды для производства электроники. Готовое решение для различных применений. Это самая крупная в России международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих. Одним из ведущих приборостроительных предприятий, сочетающих в себе прогрессивные технологии, конкурентноспособные разработки, современное оборудование, большой научный и производственный опыт является Акционерное общество научно-производственный комплекс ЭЛАРа имени Ильченко. На выставке экспоэлектроника 2021 мы представляем предприятие Акционерное общество научно-производственный комплекс ЭЛАРа имени Глеба Андреевича Ильяна. Мы предлагаем клиенту изготовление печатных плат, монтаж компонентов с высоким качеством. Производство печатной платы у нас сторонняя печатная плата, многослойная печатная плата до 26 слоев, пятого класса точности. Выполняем поверхность монтаж компонентов, ставим ВГ-элементы. Также предлагаем полный комплекс услуг по контрактному изготовлению изделий целиком под ключ. Ранее НПК ЭЛАРа назывался Чебоксарский приборостроительный завод, который был введен в действие 9 февраля 1970 года. В далеком сентябре 1970 года Чебоксарский приборостроительный завод начал выпуск первой продукции – устройств на полупроводниковых элементах серии «Логика-П» для станков с числовым программным управлением. Изделия ЭЛАРы широко представлены на рынке гражданской продукции. Приоритетными направлениями здесь являются железнодорожная техника, промышленная электроника, автомобильная электроника, контрактное производство электроники. Заказчиками наукоемкой продукции выступают такие крупные организации, как АО «РЖД», группа «ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», НИЦ «Курчатовский институт». В городе Зеленограде, который является центром электронной промышленности России, располагается НПП-100 – научно-производственное предприятие «Электронное специально-технологическое оборудование». Учреждено в 2002 году. В настоящее время в структуру компании входят три научно-производственных центра по следующим направлениям – разработка и изготовление лазерного, вакуумного и сборочного оборудования. Предприятия группы – это «Электрон-сервис», НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», РУВМ, ЭСТА «Интеграция». Группа компании «ЭСТА» реализовала множество проектов. В России это цех микроэлектроники в ГОП «Ижевский механический завод», отдел микроэлектроники в Раменском приборостроительном и конструкторском бюро, участок микроэлектроники в Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Забабахина, в цех микроэлектроники в Федеральном научно-производственном центре научно-исследовательском институте измерительных систем имени Седокова, научно-экспериментальное производство микроэлектронных изделий во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики, а также были реализованы проекты в Китае. В городе Нанкин в КНР было произведено и запущено производство приемопередающих модулей. В городе Чунцин запущено производство акулстоэлектронных изделий. В городе Путяне запущен завод по выпуску кристаллов микросхем диаметром 100 мм производительностью 30 000 пластин в месяц. Эта установка разработана в России и предназначена для создания перемычек с кристалла или на подложку, для разварки микросхем, для разварки разных датчиков. Установка управляется мышкой и на сегодняшний день это очень продвинутая такая модель, которой даже у нас тут в очередь сидели немцы и удивлялись, что это тут такое сделано, потому что очень много таких технических решений здесь применено. Установка имеет сменные головки и можно варить как контактные способом, так и ультразвуковым. Все в установке это запоминается. Установка ручная считается, но перемычка одна производится автоматическим образом, в том числе и ручным. Вот ее способ работы и управления. Вот такой вот очень удобный и комфортный. Компания НТНК основана в 2003 году и специализируется на поставках контрольно-измерительного высоковольтного технологического оборудования и проведения пусконаладочных работ. Компания НТНК является официальным дистрибьютором и партнером лидирующих мировых производителей в отрасли. Здесь представлены ручные зондовые станции компании FormFactor. Производственный процесс ОТК в сфере микроэлектроники сегодня немыслим без такого оборудования, как зондовая станция, обеспечивающая высокую точность измерений производимых полупроводниковых приборов. Это оборудование предназначено для всех видов исследований и испытаний, обязательных на каждом этапе изготовления продукта, а также для входного контроля качества полупроводниковых пластин. Добрый день, меня зовут Зорин Александр, я специалист компании НТНК. И эта компания является одним из дистрибьюторов зондовых станций производства компании FormFactor, которая здесь представлена. Ранее компания FormFactor имела бренд под названием Cascade Microtech. Теперь она немножко переименована, ее компания выкупила. Собственно, эта компания занимается в первую очередь производством зондовых станций и оборудованием для зондовых измерений на пластине. Соответственно, основными задачами являются это контактирование, осуществление контакта на кристаллах для того, чтобы произвести измерения различных параметров устройств на полупроводниковых пластинах. Здесь представлена ручная зондовая станция. Соответственно, вы видите, здесь находится сама полупроводниковая пластина, на которой сконтактированы СВЧ-зонды. Эти СВЧ-зонды можно подключить к любому измерительному оборотнию для СВЧ-измерений. В данном случае позади у нас, например, имеется анализатор цепей. Соответственно, подключив этот прибор, можно измерить С-параметры входные-выходные, С-параметры, например, транзисторов, СВЧ-транзисторов, узнать их характеристики именно на пластине. Соответственно, не в коаксиальном тракте, а именно на пластине. Эти измерения несколько отличаются от традиционных измерений в коаксиале. Требуется дополнительная калибровка. Для этого существуют специальные калибровочные субстраты. Здесь они не представлены, но, если интересно, можно узнать у нас на нашем сайте или под каталогу, посмотреть самих зондовых станций. Зондовые станции, помимо ручных, бывают полуавтоматические, автоматические, где пластина загружается по автоматическим станциям вручную. Соответственно, перемещение по пластине происходит с помощью моторов, соответственно, по осям X, Y, Z для того, чтобы полностью автоматизировать сам процесс измерений. Так как у нас на пластине очень много кристаллов, соответственно, чтобы все кристаллы обмерить, требуется достаточно много рабочего времени, поэтому требуется большая степень автоматизации. Существует полностью автоматические зондовые станции, где оператор загружает кассеты с большим количеством пластин. Робот захватывает эти пластины и устанавливает их на держатель двух грудниковых пластин для того, чтобы провести измерения. Компания SMT-MAX специализируется на поставках SMT-оборудования, запасных частей и расходных материалов. Одной из основных проблем при сборке и монтаже изделий является наряду с нанесением паяльной пасты и даже не точной установкой элементов на их посадочные места, а правильно подобранный термопрофиль оплавления. Насыщенность современных электронных модулей компонентами различных габаритов и массы, теплоемкость, типа корпусов, свинцовое и бессвинцовое покрытие выводов, а также различные типы припойных паст предъявляют особые требования к печам оплавления. Парафазные печи лишены многих проблем. Энергопотребление их на порядок ниже, как и размеры. Благодаря действию обычных законов физики во время пайки в среде пара можно добиться абсолютных условий стабильности процесса. Отсутствует необходимость в подборе термопрофиля. Из-за высокой плотности пара и образования пленки жидкости на поверхности платы в результате конденсации весь процесс нагрева происходит в полностью инертной среде лишенной кислорода. Сепараторы предназначены для разделения лет заготовок и алюминиевых пластин. Настольный автоматический установщик СМД компонентов ГДК М4 идеально подходит для начинающих в сфере СМТ технологий. Гибкость системы позволяет проводить быструю переналадку для перехода от одного изделия к другому. Четыре головы работают одновременно. Система контроля вакуума позволяет машине отслеживать наличие компонента на голове. Центрирование компонента производится встроенной системой технического зрения. Вакуумный захват СМД – это сменная часть, с помощью которой происходит непосредственный захват электронного компонента установщиком СМД. Вследствие непосредственного контакта с компонентами, контактная поверхность изнашивается, что влияет на точность установки СМД. Срок службы зависит от материала, с которым сделана рабочая поверхность вакуумного захвата – пластик, металл, керамика. Вакуумные захваты изготавливаются под конкретные модели оборудования для установки электронных компонентов. Линейный автоматический принтер X5 предназначен для нанесения паяльной пасты. Принтер X5 разработан для работы в условиях серийного многономенклатурного производства, где необходима точность, надежность и повторяемость. Коаксиальная система позиционирования камеры с подсветкой позволяет при помощи высокоточных моторов на ШВП точно и быстро совмещать трафарет и печатную плату для увеличения скорости и стабильности работы. Для усуществления монтажа СМД-компонентов при крупносерийном производстве используют печи конвекционного оплавления конвейерного типа, выстраиваемые в линию. Они позволяют добиться максимальной скорости монтажа, а также обеспечивают равномерность и точность прогрева. Конвекционные печи оплавления начального уровня серии NSE предназначены для мелкого и среднесерийного производства. Печи имеют 4 или 6 верхних и нижних зон нагрева, металлический цепной конвейер с сетчатой лентой, мотор с высокотемпературным сопротивлением, обладая сертификацией SE. Данная система отлично подходит для работы со всеми видами припоев. До свидания! Большинство у нас другое. Большинство для того, чтобы не трянуть компоненты и скотт. Не. Это для скопей ленты. Ты можешь это сделать? То есть, вы кусочек ленты, да? Кустой. Подкрепляете вот кустую ленту, которая у вас есть. Там, да. Куда я ее заряжаю? Я не вижу... А потом вы можете ее китать. Давай, пить, пошли. Компания «Технология качества» предлагает испытательное оборудование для оснащения служб качества, лабораторий и иных профильных подразделений. Климатические испытательные камеры позволяют определить устойчивость изделия к воздействию температуры, влажности, давления, песка, пыли, света в заданных условиями испытаний диапазонах. Компания «Технология качества» предлагает испытательные вибростенды. Это оборудование для определения устойчивости изделий к воздействию механической вибрации, механических ударов, а также их комбинации, виброударов, совмещению с синусоидальной и случайной вибрацией. А что такое МС? Электромагнитная совместимость технических устройств – это способность технических средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации, с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных электромагнитных помех и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам. Добрый день. В рамках выставки «Электроника 2021» мы рады представить наше направление «ЭМС-ассистент». В данном представлено направление различные фильтра для подавления ЭМС, а также мы, собственно, можем предложить вам доработать или разработать схемы для, соответственно, прохождения сертификации. Также наша компания оказывает консалтинговые услуги по консультированию ваших разработчиков, схемотехников, трассировщиков. Можем вывести ваш продукт на сертификации на европейские рынки и, соответственно, под ключ довести ваше оборудование до необходимого рынка Европы, Америки и в том числе России. Приходите к нам на стенд. Спасибо за внимание. Продолжение следует...